Здарова, народ! Всем отличного настроения! Вы смотрите канал China Gadgets, и сегодня припас для вас прямиком с просторов Алиэкспресса крайне необычную машинку. Это у нас смартфончик, выбравший в себя прям всё, что только можно, всё, что мы любим. Тут и 120-герцовый шустрый дисплей, и вполне себе производительное железо, и до 24 гигабайт оперативной памяти! Это вообще просто какая-то жесть! 256 гигабайт накопитель, если мне опять же не изменяет память. Также смартфончик оснастили новомодной RGB-подсветочкой. В общем, очень и очень такой вот вкусненький аппаратец с необычным, максимально необычным дизайном. Сегодня, ребятушки, мы разбираем по косточкам новиночку от компании F-150, моделька Air 1 Ultra. Максимально заряженный девайс компании. Разумеется, все необходимые ссылочки с самыми минимальными ценами, что мне только удастся откопать на этот аппарат, будут в описании под этим роликом. Сейчас на Алике будет очередная распродажа, так что вот этот вот смартфончик можно будет, по идее, купить по очень и очень неплохой цене. Я повторюсь, все ссылочки вы найдёте прямиком под этим роликом. Ну а мы правильно приступаем к вскрытию, ребят, камни с Алика в Краснодарский край. Посылка шла примерно около двух с половиной недель. Погнали, ребят! Итак, ребятушки, собственно, смартфончик поставляется в такой вот необычной, я бы сказал, бежевой картонной коробке. Три полоски фирмовые F-150, название бренда. И, собственно, на задней стороне указаны технические характеристики. Всё простенько, минималистично, лаконично. Итак, это пока что всё, да? Ну и первым делом вы посмотрите на этот звездолёт. Вот тут, конечно, ребятам из компании F-150 низкий поклон, потому что у меня уже, наверное, штук пять их смартфонов, где-то так, плюс-минус. И все они прям максимально узнаваемы. Такой дизайн, я не знаю, кто ещё делает, они просто как будто бы не с этой планеты. Так, сам смартфончик, кстати, я не могу сказать, что он прям какой-то супер-мега-тяжёлый монстр. Так, первым делом нас встречает, конечно же, блок зарядного устройства. И он у нас должен быть, я надеюсь, поддержкой быстрой зарядки. Кстати, USB-C разъём используется. Итак, бачок у нас, я вижу, на 30 Вт. Так, это сюда пока что что? О, кстати, кстати, ребят, вы посмотрите. Получается у нас такой тканевой оплёточки USB-C на USB-C кабель. Так, двигаемся далее. У нас тут, я вижу, вот такой вот небольшой конвертик, даже целых два штуки. Ну, это, собственно, тут находятся аксессуары, тряпочки, всевозможные для того, чтобы вы могли поклеить максимально комфортно вот это вот защитное стекло. Да, это не плёнка, защитное стекло идёт прямиком в комплекте поставки. Ну, и, собственно, всё, больше ничего тут нет. Хотелось бы, конечно, чехольчик какой-нибудь фирмовый тоже брутальный, крутой увидеть. Но, по всей видимости, за этим придётся опять же отправиться на Алиэкспресс. Ну, ребятки, вы только посмотрите, вы поглядите, что он творит. Это настоящий брутальный красавец для людей, которые вот хотят прям по максимуму выделиться из толпы, чтобы у всех просто отвисла челюсть, все спрашивали, что это такое вообще у вас в руках. А вы скажете, у меня F-150 R1 Ultra Plus. Вот так вот. Можно было ещё, конечно, пару громких слов в название запустить, чтобы вообще пыль глаза всем пустить. Но смартфончик смотрится довольно-таки прикольно. И я ожидал, что он будет весить побольше. А он ещё, кстати, довольно-таки утончённый броневичок. Итак, ладно, давайте-ка уберём все эти ненужные транспортировочные плёнки. Знакомься с экстерьером этого красавца более подробно. На лицевой стороне F-150 R1 Ultra Plus находится, конечно же, максимальное мейнстримное отверстие. Под глазок фронтальной камеры сверху по центру дисплея. Отдавен сойдёт разговорный динамик, датчики, ну и довольно крупный дисплей с диагоналив 6,8 дюйма. Справа у нас есть качелька регулировки громкости и кнопка включения со встроенным прямиком в неё сканером отпечатков пальцев. На левом же торце есть дополнительная программируемая клавиша, и по классике на неё можно повисеть либо часто используемое приложение, либо часто вызываемый контакт, либо какие-то дополнительные, так сказать, фирменные функции. Следом сверху есть слот, и он, ребятки, у нас комбинированный. Ну так, в смартфоне 256 гигабайт, я думаю, карточкой памяти мало кто будет тут пользоваться, но такой вариант тут тоже можно рассмотреть. Итак, тут можно поставить только либо две наносим карты, либо одну наносим карту и карточку памяти. Сверху, кстати, ничего нет. На нижнем же ребре у нас есть два вот таких вот отверстия симметричных, в одном из которых скрывается микрофон, ну и по центру USB-серазъём. Можете не переживать то, что он открыт, на самом деле он тоже защищён от проникновения влаги. Ну и на тыльной стороне этого максимально необычного девайса находится такая здоровенная комфорка. Тут у нас скрываются, кстати, вроде как два датчика основной камеры. Далее у нас есть три отдельно стоящих вспышки. Следом есть ещё один такой вот тёмный глазок, в недрах которого у нас скрываются инфракрасные фонарики для того, чтобы камера ночного видения могла снимать в кромешной темноте. По центру вот такой вот здоровенный LED-кругляк. Да, тут всё максимально серьёзно. Ну и ещё снизу есть вот такой вот пятак. Это у нас конкретно не тепловизор, а именно термометр. Далее рядышком у нас есть ещё надпись SuperNight. Ну и за пределами этого монструозного глазка ещё куча надписей. Логотип F-150. И, ребятки, у нас тут есть отверстие динамика громкоговорителя. Что ж, мои дорогие друзья, с Ванешечкой разобрались. Смартфончик, я уже сказал, уж точно знает, как выделиться из толпы. Потому что, ну, согласитесь, самобытненько смотрится вполне себе эффектно. Пять кругляков практически. Олимпиада только немножечко, разумеется, в собственном видении всего этого дела. Так, собственно, у нас выглядит RGB-подсветочка. Сейчас вы можете видеть её работу непосредственно на дисплеях ваших устройств. Поддерживается куча всевозможных режимов. Разумеется, она тут не просто для красоты, но она ещё работает как индикатор событий, звонков, состояния заряда и так далее. И я думаю, в будущем сюда ещё будут завозить всевозможные интересные подфункции. В целом, довольно прикольная фича, так сказать, не только с визуальной точки зрения, но ещё и с практической. Ну а вы, ребятки, обязательно пишите в комментариях, как вам внешний вид этого ультра супер-пупер плюс монстра. Кстати, у меня ещё есть обычная ультра F-150 Air 1 Ultra. Это, напомню, у нас плюс-версия. Так вот, обычная у нас выглядит так. Она тоже не объявлена RGB-подсветочкой. Тут не только красный, если что, там можно вообще любой цвет абсолютно нарулить. И она также работает как индикатор событий и многие другие вещи подсвечивает. Можете сравнить их внешний вид и тоже написать в комментариях, какой вам нравится больше аппаратец. Единственное, в сравнении, конечно же, у нас новенький плюс чуточку потолще. Но это объясняется тем, что тут у нас 7000 мАч. То есть, ну, он не толстяк однозначно, он чуть толще обычного смартфона, того же Poco X3 Pro. Но при этом у нас довольно такая вот хорошая, увесистая, солидная баночка на 7000 мАч плюс 30 Вт быстрой зарядки. Тут у нас 5000 мАч, но это вообще прям один из самых тонких защищённых смартфонов из всех, что я когда-либо тестировал. Ну, а в лобовом сравнении, вот так вот если их сопоставить, то они на самом деле по габаритам очень и очень похожи. Только потолще не разница. Также у нас есть разница в объёме оперативной памяти. Тут, напомню, до 24 ГБ, то есть 12 своей собственной, что, как по мне, ну, более чем за глаза. Плюс ещё 12 дополнительной. А тут же 8 плюс 8. Вот такой вот раскладец, ребят. Так, ладно, в общем, смартфончик очень-очень интересный. Броневички потихонечку так карабкаются вверх. Производители делают их действительно заряженными по последнему слову техники. И железо не обходит стороной. Это очень и очень важно. В прошлом же достаточно вспомнить то, что в основном делали крепкие аппараты, а железо там на третьем, на четвёртом плане. Сейчас же всё это дело исправляется. Итак, ладно, в общем, давайте-ка мы сейчас запустимся. Пройдём все необходимые быстрые настройки и, конечно же, продолжим. Ну и тадан, ребятки, всё готово. Бэтмобиль завёлся. Нас встречает практически стоковый 12-й Android. Практически, потому что всё-таки тут свои, так сказать, намёточки дизайна, интерфейс немножко переделан и так далее. Всё это, конечно же, присутствует. Но, я бы сказал, в минимальной пропорции. Потому что, ребята, по сути, по сути, большая часть элементов интерфейса у нас из стокового 12-го Android. Но это, в принципе, хорошо. Система не перегружена, чистенькая. Как говорится, есть все Google-сервисы непосредственно. На борту нашего сегодняшнего героя термометр. Вот это вот фирменная, собственно, приложуха, ящик для инструментов. Но это встречается на многих других смартфончиках, как от компании в 150, так и от других брендов. В принципе, показывать их большого смысла нет. Я думаю, все вы их видели FM-радио. Ну и всё. Больше ничего такого нового, запредельного, что я лично раньше не встречал. Я найти не могу. Повторюсь, по сути, одни Google-сервисы. Прям вообще все, что можно. Ну да, по всей видимости. Итак, что хочу в целом подведить. То, что сейчас, конечно же, я уже чуть-чуть протестировал аппаратик. Погонял, и могу с уверенностью у вас заверить, то, что, опять же, в интерфейсе никаких проблем нет. Смартфончик работает вполне себе шустро. С повседневными задачами тоже он справляться будет без каких бы то ни было проблем. Потому что Helio G99 это адекватный, неплохой чип. Я не говорю, что это прям супер-мега какая-то пушка там запредельная. Нет, далеко нет. G99 это такой вот доступный середня, который, в принципе, обеспечивает комфортный, как даже гейминг, я бы даже сказал так, потому что мы его тестировали неоднократно в наших зубодробильных тестах с FPS, нагревом, троттлингом. Все проверяли. И G99, неплохо сбалансированный аппарат. Плюс ко всему, в таком крупном смартфоне он не будет троттлить однозначно. Он даже в маленьких решениях, каких-то компактных, тоже показывает себя вполне адекватно. Это не какая-то там печка, кипятильник или еще что-то типа такого. Итак, что я тут же хочу вам подметить. Еще дополнительно то, что экранчик у нас тут выполнен по технологии EPS. Это у нас FHD+, матрица, 120 Гц. Так, перейдем в настройки экрана. Давайте-ка в этом всем убедимся. Конечно же, сейчас яркость 44%. И в целом... А, и еще один пункт, это то, что экран тут очень яркий. Вот, смотрите, сейчас наболтаю все по максимуму. При условии того, что тут серый фон, он прям светит, как один из моих прожекторов, которые тут стоят, в которых по 4 лампы в каждом у нас. Ну, может, не так сильно, но однозначно это плюс. Плюс, ребятки, если вы, собственно, будете эксплуатировать данный смартфончик где-то за пределами вашей комнаты. А броневички обычно для этого и приобретаются. Так, давайте-ка, наверное, вернем нашу яркость. Минималочка. Она выглядит вот так вот, ребят, тоже неплохо. И где... Ну, где-то вот так вот и оставим. Так, что, где у нас герцовочка? Вот, частота обновления. Можно поставить 60, 90 и 120. Ну, честно говоря, вот эти промежуточные значения, и, быть может, кто-то ими пользуется. Ну, а я сразу поставлю 120 и буду эксплуатировать аппараты при 120 Гц, тем более 7000 мАч. Ну, согласитесь, экономить при такой крупной баночке с хорошей автономностью, ну, такой себе. Ну, в принципе, можно когда-нибудь при каких-то экстремальных условиях может и зарешать. Так, что у нас? Давайте еще раз настройки. Ну, да, все. Теперь у нас получается 120 Гц, более плавный интерфейс. Огни F-150. Это у нас, собственно, папочка, вкладочка с всевозможными настройками, непосредственно RGB вот этого круга, который находится на тыльной стороне смартфона. Пикап огни, дыхание светодиодов. Так, яркость тут можно, конечно же, отрегулировать. Время выставить, когда он будет, собственно, неактивен, например, если вы ночью не хотите, чтобы он светил вам на всю комнату, потому что он довольно яркий. Ну, и остальные дополнительные поднастройки, ребят. Так, возвращаемся обратно. Далее у нас есть настройки дополнительной клавиши тоже, как у всех. Не вижу какого-то большого смысла это все вам показывать. Аппарат у нас полностью сертифицирован компанией Google, поэтому у нас есть и NFC, то есть бесконтактная оплата, для кого это важно, присутствует на данном смартфоне. Ну, и повторюсь, опять же, работает окей, никаких вопросов нет. Конечно, есть вопросы по поводу игровой производительности у многих, поэтому сейчас я постараюсь на них ответить. Ребят, ставлю сюда тест Antutu, прогоняю разиков 5, и давайте-ка посмотрим, что же он нам выдаст. Ну, и в Antutu девятой версии барабанная дробь наш ультрамонстр набирает, вполне себе, опять же, предсказуемый для Helio G99, хотя, в принципе, даже и, ну, неплохие, 393132 очка, но, справедливости ради, это максималка, которую мне удалось выжать из этого смартфона. А так, результаты скачут от 372 тысяч была, по минимуму, до вот этих самых 393 тысяч. В принципе, могу сказать так, как я уже говорил неоднократно во многих роликах с тестами G99, вполне себе адекватный чип для повседневки, никаких вопросов, если прям не лютый игроман вы, то, я думаю, ну, никаких загвоздок в плане производительности тут у вас не будет. Все, так сказать, социальные сети, ютубчики, вконтактики и так далее, тут без особых проблем, видео воспроизводится в Full HD и 4K без пропуска кадров, в принципе, смотреть можно, но, опять же, советую там какие-нибудь сторонние плееры, их сейчас куча, я на любых смартфонах это советую, и можно будет воспроизводить вообще абсолютно любые видосики, смотреть поездки там, киношку, так и так далее. Ну, в принципе, можно и стандартным плеером пользоваться, тоже никаких проблем у вас не будет. Что касается игр, то, опять же, это любые там фермы, там, короче, не самые требовательные игрушки тут идут вообще без особых проблем. Если брать что-то потяжелее, например, ну, стенд-офф, вот стенд-офф, не самая требовательная игра, такой вот середнячок, выкручиваем все настройки по максимуму, сглаживание, тени и так далее, и он их спокойно вообще вывозит в эти самые 120 FPS. Небольшие просадки присутствуют там иногда, где-то что-то в зависимости от сложности замеса, как говорится, дым там и так далее. Но, в целом, за сотку практически вообще в любых условиях он спокойно держит, и я думаю, если вы катаете в основном стенд-офф там и ничего более тяжелого, то можете брать смело, никаких проблем с играми у вас не будет. Опять же, на высокой герцовочке можно покатать. А если у вас что-то потяжелее играете, например, по Bugnew State, то FPS будет скакать от 50 в самых загруженных сценах до 90 кадров. 90 тут разблокированы прямиком из коробки, никаких проблем с этим нет. Так что, в целом, тоже можно поиграть, но я не могу назвать геймплей прям супер максимально плавным. Но поиграть можно, и вполне результативно. Если брать геншик и еще что-то более тяжелое, то ставим низкие настройки графики, не заморачиваемся на низких, даже с приставочкой плюс там некоторые эффектики можно подкрутить, смартфон тоже будет справляться с игрой. Так, ладно, ну и как всегда, давайте-ка дружно берем под этим роликом 1119 больших пальцев вверх и отправим нашего ультрамонстра на большой тест игр с FPS, нагревом и троттлингом. В F-150 Air 1 Ultra Plus у нас располагается один динамик громкоговорителя. Да, смартфончик, к сожалению, не поддерживает стереозвук. Быть может, для кого-то это не так важно, но в целом я обязан был это подметить. Но, опять же, я уже его послушал и могу сказать то, что, в принципе, с учетом того, что динамик тут один, он вполне себе имеет неплохую максимальную громкость, где-то такая средненькая со знаком плюс, ну и качество тоже примерно что-то типа такого на этом уровне. Итак, у нас тут 256 гигабайт накопителя, это, я думаю, большинству пользователей хватит за глаза. Плюс есть такая возможность, можно поставить еще и карточку памяти стандарта microSD. Ставил карты на 256 гигабайт, читает без проблем. Я думаю, он читает вплотную до 1 терабайта, но, к сожалению, у меня лично такой карты нет. Так, переходим в папочку тесты, запускаем. Да, давайте-ка, первый трек, громкость набалтываем на максимум и ценим. О, кстати, можете заодно, собственно, увидеть еще раз, как у нас сияет RGB-подсветочка. Но я ее сейчас конкретно по треку не настраивал. Она может переливаться и другими цветами. Сейчас просто стоковые настройки. Продолжение следует... Звучит музыка. Ну, как я уже сказал, громкость средняя со знаком «плюс», каких-то искажений я тоже не слышу, есть даже немного низов, поэтому в целом могу сказать, что для одного динамика звук вполне адекватный. В F-150 R1 Ultra Plus устанавливается вот такой вот вполне себе неожиданно солидный набор камер. Фронталочка у нас тут от компании Sony на 32 Мп. Это, кстати, Sony MX616, что для фронталки вполне себе неплохо. С учетом того, что это броневик, то и подавно. Обычно фронталки там от OmniVision или еще от какого-нибудь более простого, так сказать, бренда. Так, напомню, Sony на 32 Мп. Следом у нас идет вот такой вот наборчик из двух основных камер. Конечно, тут очень много кругляков. Можно было подумать, что тут прям куча какая-то сенсоров, но тут вполне себе скромно с одной стороны, потому что на самом деле датчики, вот они взяли и не стали распихивать кучу сенсоров, а поставили два, но хороших. Итак, у нас тут соньковский сенсор. Это 64 Мп матрица Sony IMX686. Например, из последних, кого помню, это Poco F4 GT использует точно такую же матрицу. Это вполне себе очень и очень неплохой сенсор. Допустим, он лучше даже, если опять же взять тот же Poco X3 Pro. Если взять тот же Poco X3 NFC, там 682 устанавливается. Да и во многих более простые сенсоры ставятся тут же. Напомню, это, кстати, ну неплохой сенсор. Я его уже тестировал многократно на многих других смартфонах, поэтому заявочка на действительно отличную камеру тут присутствует. Но как будет на практике, сейчас выйдем, посмотрим. Итак, ну и следующий сенсор у нас на 24 Мп. В обычной Ultra стоит на 20 Мп. Это камера ночного видения. Вот такой вот расклад. Это уже LED-подсветочка для камеры инфракрасной. Ну и вот этот у нас термометр. Мы его, в принципе, тестировали и на предыдущем аппарате. И, собственно, опять же, работает. Быть может, полезная штука в быту, как говорится. Итак, переходим в приложение камеры. Тут, в принципе, нам все до боли знакомо по многим другим смартфонам. По тем же смартфонам от компании F-150 и так далее. Потому что, ну, честно говоря, прям как-то сильно интерфейс приложения камеры стандартный у нас не отличается от стока от Google. Это, в принципе, плюс, потому что, ну, опять же, ничего не помешает вам, никаких вопросов у вас не возникнет при реализации своих фототворческих возможностей. Тут все понятно, опять же, интуитивно. Режим HDR, искусственный интеллект, управление вспышкой, дополнительные подэффекты присутствуют. Есть кому-то это важно. Ну, и снизу пункты с видеокамерой. Так, что у нас тут? Ну, по максимуму получается Full HD. Но, в принципе, я обкатывал уже фишку на его предшествующей модели, обычной Ultra. Там можно поставить стороннюю софтину камеры, и он будет снимать в 2,5К. Потому что Helio G99 поддерживает съемку в 2,5К. Режим еще, где находится сканер, тайм-ап, медленносъемка, подводная, панорама, ночь и так далее. Так, возвращаемся обратно. И вот здесь у нас пункт 64 Мп, где скрывается весь потенциал нашего сегодняшнего героя и раскрытие 686 сенсора от компании Sony. По идее, потому что я еще не тестировал на этом аппарате, в принципе, выйдем на улицу, сейчас все это дело посмотрим. Но, опять же, на бумаге прям задел неплохой. Можно, в принципе, поколдовать какими-то, опять же, сторонними приложениями камеры. Но я надеюсь, что и стоковая тоже вытянет большой потенциал данного сенсора, опять же, в броневичке. Потому что в броневиках я его еще пока что не встречал, только вроде на предшественнике у нас ставится точно такой же датчик. Тут же напомню, как всегда, то, что если фотографировать в обычном режиме, где фото, у нас пиксели будут собираться по 4 штучки в один и будет 16 Мп. Для максимальной детализации нужно использовать вот этот режим ночное видение. Это не эффект ночной съемки, а конкретно камера ночного видения. То есть, в принципе, при желании, при максимально плохом освещении можно поснимать на эту камеру. Сейчас вы видите, как всегда, примеры съемки видео при полностью отключенном свете. Сейчас ничего нигде не горит. И у нас получается вот такая вот картинка. Светят инфракрасные фонарики, но на глаз я их не вижу. То есть, мой глаз видит только сейчас дисплей смартфона. Вокруг ничего абсолютно не видно. Ну, а на дисплее уже, собственно, сама картинка, потому что смартфон может видеть в кромешной темноте. Так, ну и еще один режим. Это портретный, так сказать, художественный. Кому интересно, он тут тоже присутствует. Итак, возвращаемся обратно. На 64 Мп. В общем, выходим на улицу, берем нашего монстра за пазуху и смотрим, что же нам покажут по части фото и видеосъемки. Продолжение следует... Тест записи видеокамеры смартфона F-150 R1. Ультразапись ведется в максимальном Full HD разрешении, то бишь 1920 на 1080 точек. И вот такая картинка у нас, ребятки, в целом получается при данных настройках. Также я, конечно же, активировал систему стабилизации. Вы можете оценить по дисплеям своих устройств, как стабилизировать картинку наш сегодняшний герой, потому что вы видите уже конечные итоги. Так, что еще хочу подметить, то что в целом для Full HD качество, ну, вполне себе адекватное. И давайте-ка еще проверим систему автоматической фокусировки на макро. Посмотрим, как наш герой справится с этой задачей. Давай-ка, дружище. Так, ага. Уходим на горизонт. Еще раз макро. И еще раз на горизонт. Еще раз всем привет, дорогие друзья. Сейчас записывается уже на переднюю камеру нашего сегодняшнего героя. И тут у нас по максималочкам получается так же, как на основной, то есть Full HD, ну, 30 кадров в секунду. Я также в настройках нашел пункт системы стабилизации и на фронтальной камере. Галочка активирована. И вы можете оценить, есть тут стаб или же нет, но вроде как все окей. Также, ребятки, хочу подметить то, что смартфон сейчас держу на вытянутой руке. Вы можете оценить максимальный угол захвата изображения. В целом, вот так у нас снимает передняя камера этого ультра-смартфона. F-150 R1 Ultra. Ну что ж, мои дорогие друзья, на этой ноте мы, как всегда, будем закругляться. Если вам понравилось данное видео, не забудьте поставить свой большой палец вверх. Подписываемся на канал, прожимаем колокольчики, чтобы не пропускать новые ролики. На нашем канале также посещаем все наши социальные сети. Наш YouTube, YouTube, Yindex.N, группа ВКонтакте и, конечно же, сообщество в Telegram. Сами крутыми скидками, которые только нахожу на просторах наших интернет-магазинов. Так, разумеется, и на Алиэкспресс. Крайне, ребятки, полезная штука. Если хотите действительно сэкономить, ссылка на Telegram будет в описании под этим роликом. Всем еще раз огромнейшее, ребят, спасибо за внимание и поддержку. Виде лайков, подписок и одобряющих комментариев. Всем удачных покупок, действительно годных гаджетов и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok